Никольский храм в поселке Володарского имеет вековую историю. Первое упоминание о церкви на этом месте датируется 1646 годом. Это был храм Пресвятой Богородицы с пределами Алексея Человека Божия и Праскевы Пятницы. В те годы Богородское, такое имя тогда носил сегодняшний поселок Володарского, принадлежал Алексею Шереметьеву. С его смертью все изменилось. Церковь обветшала, неподалеку новые хозяева села решили построить другую. В начале XVIII века было явление казанского образа Пресвятой Богородицы. И храм переименовали Казанским. Не Рождества Богородицы, а в честь Казанской иконы Божией Матери. Поселок до этого носил название Богородское село, а после этого стал называться Казанско-Богородское село. От прежнего святилища остался лишь Алексеевский предел. Позже его восстановили в виде отдельной церкви, которой князья Голицына в середине XVIII века дали имя Никольской. Здесь проходили отпевания. Основные же богослужения принимал Казанский храм. Пройдет еще несколько столетий, в стране установится советская власть. В 30-е годы оба святилища разрушат. Приходская жизнь здесь возродится лишь к 1997 году. Мне на тот момент было 30 лет. Я случайно узнала, что здесь есть храм. И пришла тоже. Крепичи, все таскали сами. Машина подъезжала, мы разгружали. Какие-то средства, если надо было, то просто вот как в старину с кружкой именно ходили по домам. Организовывались крестные ходы вокруг поселения, чтобы дело быстрее двигалось. Такая общая молитвенная помощь была. К 2006 году силами прихода на месте полуразрушенной церкви возродился однопрестольный Никольский храм. Но уже через несколько лет здесь вновь началось строительство. По документам выяснилось, что исторически место имело два предела. Усилиями прихожан мы отстроили вот этот вот храм. Бог дал возможность расписать. Если вы зайдете вовнутрь, то вы увидите там очень красивую роспись. Это, в общем-то, непросто, очень непросто. Вы увидите деревянные иконостасы в храме. Великое освящение состоялось летом 2014 года. Его совершил архиепископ Можайский Григорий. Сегодня храм живет насыщенной жизнью. Здесь можно получить духовную поддержку, найти занятия по душе и пообщаться с близкими по духу людьми. Никольский храм сплотил поселок и обрел дружную общину, неся в каждом своем кирпичике большую историю. Александра Столярова, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.